Всем огромный привет, с вами Ниц, сегодня у нас обзор новинки, игра которая выйдет скоро в Steam, прям на днях появится демо-версия, но основная игра выйдет уже позже, во второй половине 2021 года. Итак, новый симулятор рыбалки, Fishing Simulator 2. В отличие от первой части, сразу хочу сказать, мне игра понравилась, вот прям на первый взгляд, поэтому записал достаточно длинное видео, для того, чтобы передать и свои ощущения, и чтобы вы понимали, что нас ждет. Потому что любители таких рыбалок, таких симуляторов, конечно, ждут всегда новинок. Поехали, приятного просмотра! Так, ну что, создаем новый профиль и возможно ли это сделать? Да, отлично. Как-то так. Перевода пока нет, локализации пока нет, или я ее не вижу, надо посмотреть. Идем в настройки, language, English, польский, английский. Понятно, но делают поляки, поэтому польский, либо английский. Не очень хорошо, конечно, ладно. Чуть-чуть потише, наверное, звук. Ультра, ультра, ультра. Ну, наверное, пусть будет так. Вертикальная синхронизация, кстати, vSync везде включена, почему-то что это такое, непонятно. Так, GoFishing, а что у нас тут есть? У нас только одна карта. Ну, по факту, да. Инвентарь. Set 1, set 2. Ну, кстати, это уже не ново. Set 1, set 2 и так далее. Да, вот эти все слоты. В принципе, удобно. Другой стороны, тут надо разбираться. Значит, Cast Weight 0.15, 0.25 килограмм, 4 килограмма нагрузка, 2,5 метра длина, спиннинг и тест, соответственно, 0.15, 0.25, да? О, глянь, тут описание. Тут все это кликабельно. Ну, неплохо пока что. А там посмотрим. Тут другие, да, блесна есть, вертушка, червь. Кстати, червь, я так понимаю, что можно поставить на спиннинг или нет? Нет, вроде бы нет такой возможности. Ага. Back, back. Вроде бы все, и мы готовы идти на первую рыбалочку. Поехали тогда. Ага, ну, обучалка, понятно. V, A, S, D, двигаемся. Left, shift. Что-то мы бежим. M, это что такое у нас? Карта, F, фонарик. Ясно. Так, обучалка у нас идет в виде просто менюшки. Я думаю, сейчас мы fight с рыбой бороться, да? Ясно. Плохо, что, конечно, нет локализации, но, с другой стороны, это закрытая бета и, в принципе, интуитивно. И так уже все понятно, как что делать. Окей, погнали, прогуляемся по графонию, по графонию, как многие сразу, значит, у нас тут любят оценивать, заценивать. Я бы сказал, что выглядит очень даже неплохо, но пока ничего не понятно. Слушай, мельница круто выглядит, вода круто выглядит. Прям, прям так, так и нормал, да и ребят, значит, оп, могу прыгать. Могу сюда, туда, а карта? Ух ты, старый мост, это горы, Снейк Ривер, Андер Милл, нифига себе, слушай, а тут перемещаться можно, да? Вот так вот даже. А ну-ка, давай. Так, хорошечно. Хорошечно. Не знаю, как бы это, ну, ходит пока непривычно, скажем так, но, но ничего. О, утка плавает, ля. Утки плавают, ребят. Вообще нормас. Это спиннинг. Ну-ка давай. Оп. Это шкала заброса, да? Так, поехали. А как проводку-то делать можно, нет? Ну-ка если вот так вот, оп, оп. Первый заброс, так что не обессудьте. Палка выглядит, ну, что так, 2,5 метра, нормально, только единственное, не знаю, с настройками надо поиграться, конечно, еще графики может быть, потому как сейчас, ну, 2К разрешение, тот же самый Моник, настройки вы видели в начале. Они у меня все по максимуму, ничего не менял. Но леска, леска, лесенка идет, как-то это не очень, да? Так, а вот, вот дальше. А если вот так скорости? Раздельная шкала нагрузки слева, точнее справа. Все раздельная, ну, опять же, это все как в Фишинг Планете, пожалуй, пока что напоминает Фишинг Планет. И полоски эти раздельные, собственно говоря, и шкала там, вот, нагрузки на леску, и скорость катушки, и дистанция, вот, глубина там есть, дистанция есть. Так что, пока так. С настройками пока еще интерфейсом не очень-то знаком, но попробуем. Так, средняя кнопка мышки, это быстрее и медленнее, да? Мы делаем скорость, соответственно, подмотки. Ну-ка, давай медленную сейчас. Так, это поднять удочку, ну, поднимать ее незачем. Я вот единственное, не пойму. Надо посмотреть еще раз, проводочки, елки, как. Lift and drop slow. Вот такая проводка у меня сейчас. Опа! Подожди, подожди, подожди. Ха-ха! Это что, рыба? Рыба! Хорош. Так, иди сюда. Или, или не подсек. Или подсек. Нет, походу, сошла. Да, елки-палки, вот это плохо, конечно. А ну-ка, давай, на медленные скорости, короче, да? Что там на спиннинг попадется? Попадется ли вообще что-то? Ай, скорость опять. Ну, пока да, вот. Надо эти моменты учитывать. А если вот так? Нет? Слушай, ну, прикольно-прикольно, в любом случае. Не, мне нравится вода, мне нравится окружение. Графика. Опа! Ах ты, ядрит-мадрит. Вон она. Подожди, я рыбу видел или что? Или мне показалось? Плохо то, что я не могу шифтануть сразу скорость. Да, я не могу подо... А если вот так? Ну-ка, стой. Оп. Нет. Шифтовать как-то вот... Хочется, чтобы был шифт, в том числе, да? И менять скорость сразу, не просто... Не просто колесиком все время крутить туда-сюда. Ух ты, а там еще что-то плавает, не пойму. А что это такое плывет? Вы видите это? Что-то там вдалеке плывет. А ну-ка, побежали, посмотрим. Это рыба, что ли? Или, или, или... Вот окунь. Ля, окунь. А вот это что, я не знаю. Это, похоже, бревло какое-то, либо что. Ну-ка, окунь, вот, смотрите. Надеюсь, видно. Ну, вот, должно быть видно, вообще-то. Среагирует? Нет, похоже, все. Окунь наш уплыл. Но, по крайней мере, рыбу видно. Это интересно. Прикольно. Да, это мусор несет. Ну, несет в такой скорости огромные. Ветки вот эти все. Интересно, интересно. Ну, вообще, молодцы, что такое, как бы, сделали. Другой вопрос. Все эти штуки будут ли мешать ловле? А ну, давай, вот так. Зацепится? Я так понимаю, нет. Я так понимаю, не зацепится. Вообще, зеленым горит. Я так думаю, что это намек на правильную проводку. Ну, в данном случае у нас воблер небольшой. Опа, мы можем отключить еще все вот эти подсказки. Собственно, ловить без интерфейса. Так что, кому нужен такой хардкор режим, пожалуйста, вот он он. Нормас, нормас. Это тоже приятно. Побегу-ка я... Нет, никуда я не побегу. Я хочу посмотреть другие какие-то места. Находимся мы здесь. А вот здесь, допустим, что это будет. Это недалеко от той мельницы, где мы и были. Правильно? Да, вот оно, колесо. И... Куда же здесь-то побросать? Как-то интересно, вот тут мосток такой. Я бы хотел вот сюда куда-то пройти. Ну, вообще, пока что по графике могу, да, что-то сказать. нравится. В принципе, нравится, потому что в других симуляторах рыбалки все эти движки там как бы юнити, заточка, так-то, все это. Ну, как-то по-другому выглядит, на мой взгляд. Здесь посвежее, что ли, да. Вот камыш это похоже на камыш. Дерево похоже абсолютно на дерево. Нет какого-то такого всего. Знаете, все вот слипается в некоторых играх. Какая-то муть получается. А ну-ка, медленнее, давай медленнее еще. Прямо самую медленную скорость. Вон рыба плещет. Ну, я надеюсь, что это намек, что она тут есть. Смотри, тут бревен плавает больше, чем рыбы. Ну, я-то не поймал пока ничего, да? Подрубил счетчик FPS. Давайте посмотрим, что там будет. Сейчас просто даже пробежаться, посмотреть, как он будет там скакать, плавать. В пределах средней 60 держится, хотя с настройками я ничего не делал. Там вертикальную синхронизацию не отключал, не включал. В общем, пока пойдет. Кому интересно, какой у меня компьютер, посмотрите в описании там вкладочка в его канале, на главной странице. И будет понятно, ну, насколько там оптимизировано, не оптимизировано. сможете рассуждать тогда об этом. Ну, примерно, да, до 50, я вижу, сейчас проседал, когда я бегаю, двигаюсь. В общем, пойдет. Пока что, да, пока что пойдет. Угу. Сразу вот по менюшке пошел посмотреть, что еще у меня есть по удочкам, есть какие-то универсальные удочки, что это будет, не знаю, но это поплавок, спиннинг, кастинг, как отдельная, да, снасть будет и фидер. То есть, все снасти в игре будут присутствовать, и это круто, здорово. Очень интересно, что такое будет универсал. Но это уже потом. Ну-ка, давай зарядим вертушку, потому что воблера я, ну, правда, несколько раз его кидал, но я хочу попробовать побольше всяких оснасток, приманок, и будем посмотреть. Где-то здесь были поклёвки у меня, так ведь, что я не очень далеко бросаю. Ладно, первый заброс будет такой, какой есть. Lift and drop slow. Ну-ка, проводка обычная. А если помедленнее? Сейчас подальше на полный выброс сделаем. Зелёным горит, значит, проводка правильная. Нашёл, кстати, как шифтовать. Это делается через control, а не через shift, и мы прям максимально сразу скорость сдаём. Слушай, кидает, здорово, далеко. Вот так, оп, мы можем ускориться. Сейчас на медленной скорости прям надо смотреть. Плюс, что мне не нравилось в первой части этой игры, но особо здесь не нравится, не буду, наверное, пользоваться, так, чтобы показать, вот если брать поплавок, там есть камера подводная, ты сразу можешь на неё переключиться, это как по мне. Да, хочешь пользуйся, хочешь не пользуйся, но когда это есть, всегда, да, там есть сразу желание туда полезть, в общем, использовать. Это сейчас покажу, кто не знает. Кстати, обзор первой части, которая мне не понравилась отнюдь, ну, вот не понравилась и всё, можете посмотреть, я оставлю ссылочку, наверное, в комментарии, либо в подсказках здесь, там, в правом углу, в общем, можно будет увидеть. Камера у нас включается через U английскую, G русскую, ну, вот G, оно такое, EG. Ну, сидишь и смотришь, в общем, наблюдаешь, как это всё у тебя под водой происходит. Не знаю, для меня это неинтересно, я слышал другие мнения, что нравится такая вещь, а вот что на поплавке мне не нравится, я не могу бросить пока, или я не разобрался, что навряд ли, но я не могу бросить под ноги, грубо говоря, прям недалеко, мне приходится подматывать, всё время, пока приходится подматывать катушкой, вот, например, здесь хочу ловить рыбу, вот, прямо здесь, до этого пока я вот выматываю всё, и я бы, наверное, что ещё сделал, раз мы взяли поплавок в руки, можно посмотреть какие-то другие вещи, к примеру, ну, червь, обычный червячок, огрузка, 3 грамма, а поплавок 4, слушайте, а вот это прикольная вещь, что есть уже сразу грузики, а ну-ка, если так, 4 грамма, потому что мне, как бы, непонятно было поведение поплавка изначально, видели, как он болтался чуть-чуть, да, вот, если я так заброс делаю, даже минимум какой-то, ну, улетает, согласитесь, прилично, и, по-моему, это перегруз, потому что там же есть червяк еще, да, поплавок утонет или не утонет, вроде бы, нет, кстати, сейчас стоит нормально, абсолютно, если вот так по камере посмотреть, то, да, огрузка идеальная получается, стой лови, как говорится, а если вот так подтянуть можно будет, да, вот просто вот так, оп, удочкой, не катушкой, да, кстати, тоже получается, в общем, длина поводка тоже меняется, все нормально, это у нас кнопки, 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 где они были, то, х и твердый знак, в общем, скобочки, можно менять, когда ты вымотал, можно длину поводка менять, единственный момент, как я понимаю, вот сейчас у меня удочка в руках, и если я прожму единичку, то ничего не произойдет, ну, то есть он не поставит ее, как бы вниз, и я не смогу ловить на спиннинг, другой вопрос, как это будет с фидерами реализовано, то есть, будет ли какая-то подставка, или еще что-то, пока в меню, я не вижу даже подсказок, как это сделать, но такого я не увидел, можем еще раз посмотреть, ну, это движение, это понятно, вот кастинг, собственно, забросы, левая кнопка, правая, там, подсекать, катушка, в общем, как бы, менять скорость, менять фрикцион, понятное дело, потом борьба с рыбой, тут тоже есть, как я увидел, вот, если мы прожмем U, тоже будет камера подводная, рыба, когда она будет пойманная, хочу уже поймать хотя бы одну рыбу и на этом успокоиться, но пока у меня чего-то не получается на самом-то деле, так, и инвентарь, соответственно, пока больше ничего нет, из подсказок я имею ввиду, тут есть скиллы, вижу я, под, под, вот, ну, это, скорее всего, как раз-таки есть эти всякие рапподы и все остальное, а из фишинг, зимняя рыбалка, ребята, минуточку, зимняя, ну, в общем, первая часть тоже об этом нам говорит, флай фишинг, это мушки и ботом фишинг, ну, в общем, все понятно, в общем, все, как бы, все разнообразие ловли на разные оснастки, снасти, удочки, все тут планируется, это неплохо, это неплохо, с учетом нового графоня, который мне пока зашел, как я и говорил, это выглядит достойно, будем ждать поклевку, будем посмотреть, что, что я смогу словить или не смогу, да, еще момент, который я изначально упустил, я не знаю, как будет дальше, может быть, это бетка, но мы можем выбирать утро, там, день, ночь, вечер, все, вот это можем выбирать, давайте выберем утро, погоду, пока мы тоже выбираем, ну, как я думаю, что, наверное, потом это будет по-другому, было бы логично, что, допустим, не ты выбираешь все условия сразу, да, и просто ловишь, наверное, это для теста, я бы так предположил, ну, а как будет, на самом деле, будем ждать, будем ждать новостей от разработчиков, ага, тут туман, интересно, как включается фонарик, так, при фонарике, в общем-то, веселее становится, пожалуй, я его оставлю, здесь есть у нас форель, как увидел я, есть окуни, и что, и что, ну, в общем-то, спиннинг надо пробовать, вертушку мы уже с вами ставили, поэтому буду пробовать так же, кидать, опа, вот и форель, поставил я на вечер, слушайте, ну, шансы есть, давай, форель, ну, нет, рыба плывет гораздо медленнее, чем вся вот эта трава, неужели воблер мой не интересен, а, беда печаль, если сделать заброс вниз по течению, под мост, я-то увидел модель рыбы, но этого недостаточно, собственно, мы видели уже окуня, так, если потычить немножко, пока проводка другая, не прорисовывается, не прорисовывается, то есть, проводки не меняются, вот она, опа, есть, есть, ой, фиш с вами, ауэй, нормас, вон она плавает, а что было не так-то, фрикцион подут пустить, ну, блин, все в красной зоне, причем все это зависло, смотрите, ну, я думаю, что это косяки и бетки, так, если мы, так, погоди, 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 не пойму, а, все понятно, оторвала она мне приманку, представляете, но, она мне вернулась, отлично, первая поклевка такая, настоящая рыба, первый такой фейл, ну, просто потому что, ничего не понятно, пока что, отпускаем фрикцион, забыл я это сделать, 50% сделаем так, вот, и будем бросать, также под мост, но уже, уже, уже азарт пошел, уже надо пробовать, уже хотя бы рыбу подтащил к себе, про подсак ничего не сказано, потому как, вот, мне интересно, потому как в первой части там было, опа, есть, ребят, слушай, 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 но, вот, теперь надо подтянуть чутка фрикцион, он трещит, но как-то не очень, да, хотя, в красной зоне все находится, смотрите, ага, и, я пока не могу справиться с рыбой, она разматывает фрикцион, если я его сейчас немного еще подтяну, я понимаю, что все, она уйдет, а как это выглядит через камеру, ага, как и в первой части, так, 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 а что делать, как-то, медленно, вот, я пока им прожимаю, медленно поднимает, я бы хотел пробовать развернуть рыбу, а фрикцион все разматывает и разматывает, если я реально затягиваю сейчас, то, то ничего не будет, блин, ну пойдем, попробуем старым дедовским методом, хотя, по-моему, это бесполезно, что-то слишком сильное, для этого спиннинга, для этой лески, просто сразу в красную зону улетает, без шансов, без шансов, ай-яй-яй, не надо уходить, не надо сходить, а если вот так выключить, вот, смотрите, фрик трещит, короче, ты ничего не видишь, это прикольно, о чем я и говорил, но пока давайте так, для понимания, происходящего, так подрубим, да, рыба прет от меня и прет, короче, тогда подтягиваем фрикцион, как бы там не было сход, так сход, ну-ка, давай, все, обрыв, о чем я и говорил, ну, видно было, что сильная рыба, слушайте, как быть, у меня есть в инвентаре, что-то другое, там, я не знаю, один килограмм леска, а тут у меня, а что мы мозги-то парим, давай вам пятерку поставим, эх, Семен Семенович, и поводок пятерка, правильно, ну да, так, моно, кстати, кстати, есть разные типы лесок, титан, сталь, моно, ну это поводки, это поводки, в данном случае, а, так, если про леску, ну тоже, да, флюр, там, все дела универсальные, хорошо, хорошо, прикольно, текст, 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 это поменять, это поменять, и да, надо не забыть, еще приманку поставить, опять оторвало, но пока я понимаю, бесконечный лимит, приманок, погнали вот сюда, я, видите, просто сразу интересно, да, вот это все туда-сюда, и я просто не посмотрел, какая у меня леска стоит, ладно, это сейчас дело поправимое, я так думаю, ставим, минимальную скорость, фрикцион, опять же, пускаю, пока что, вперед, надо выловить эту рыбу, обязательно, поехали, главное знать время, место, собственно, проводка, самая простая, элементарная, и поклевка может быть, оп, есть, 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 ребят, это явно, что-то поменьше, фрикцион, чуть-чуть, так, трясусь, это окунь, желтый, или как там, желторотый окунь, не знаю, как правильно, так, теперь другой вопрос, как тебя поднять, друг мой, а, у меня нету, подсака, я даже в подсказках не нашел, как это, подсак взять-то, ну-ка, если фрикцион подтянуть, get, ага, то есть, подтянули фрикцион, просто мы его подтащили ближе к себе, отлично, бас, small buff, бас, ну, короче, как-то так, малоротый, наверное, я так понимаю, цена 126 баксов, неплохо, вес, кило 26, длина 38,8, опыт, продать, или отпустить, это будет 26 XP, лип 126 баксов, но покупать-то нечего нам, кстати, весы электронные, смотрите, да, на липгрипе, интересный момент, ну, давайте, что, мы просто возьмем для опыта его, все, первая рыба поймана, отлично, отлично, значит, первые впечатления какие, все у нас снасти в игре, на которые можно ловить в реальной жизни, есть, обстановка по графонию прикольная, мне нравится, гораздо интереснее выглядит, чем в других подобных симуляторах, играх о рыбалке, на данный момент выглядит реально лучше, вот, ну, это вкусовщина, конечно, с другой стороны, я думаю, все вы можете оценить, заценить, в том числе у меня видосы, посмотреть по разным рыбалкам, вот, я думаю, вывод будет очевиден, так, плюс прокачка, плюс все остальные плюшки, которые свойственны рыбалке, в общем, все нормалды, будем ждать развития этой игрульки, она выйдет, ну, как указано у разработчиков, в письме с ключом, который сегодня пришел, что это будет вторая половина 2021 года, вот, ну, так как, я думаю, закрытая бета уже началась, то, глядишь, прежде чем состоится релиз, будет и open бета, так что готовьтесь, вполне себе, наверное, сможете все поучаствовать, ну, а там же как будет, это разработчики будут решать, на этом обзор, первый, прям самый, даже не обзор, первый взгляд, я думаю, достаточно, для понимания, что нас ждет, если понравилось, пальцы вверх ставим, в общем, можно расшарить это видео, отправить друзьям, которые интересуются такими играми, всем спасибо за просмотр, если что-то интересно по этой игре, пишите в комментариях, я постараюсь сделать еще какие-то обзоры, видео, все, на этом все, рыбачки и рыбачки, всем удачи, спасибо, и пока-пока, и пока-пока,